Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главные новости за неделю расскажут наши журналисты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Теперь до конца апреля в регионе продлили режим самоизоляции. Исправились. Глава Самары проверила, как управляющие компании реагируют на жалобы жителей. Будет как новенький. Волжский проспект приводят в порядок после зимы. Малый и средний бизнес, который пострадал от пандемии коронавируса, может рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства. Речь идет о компенсации зарплат сотрудникам в размере 12 130 рублей на одного человека в месяц. Эти выплаты будут безвозмездными. Единственное условие – фирмы должны сохранить 90% своих рабочих. Предприниматели могут подавать заявки на эти выплаты уже с 1 мая. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Глава государства поручил министрам доработать список стратегических предприятий. Кроме того, регионам страны выдадут 200 миллиардов на сбалансирование областных бюджетов, в том числе и на зарплату бюджетникам. Также из-за сильного снижения пассажиропотока авиационным компаниям направят в качестве поддержки 23 миллиарда рублей. Очевидно, что потребуются и новые решения. Причем как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас. Консолидировать необходимые ресурсы. По каждому из базовых опорных секторов экономики прошу оперативно проработать и представить конкретный план действий. В том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности. Президент России Владимир Путин отложил и проведение парада победы из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Во время совещания Совбеза России он поручил силовым ведомствам перенести сроки подготовки к мероприятиям в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве и регионах. Президент сообщил, что парад на Красной площади и шествие бессмертного полка пройдут в этом году, но точной даты не назвал. Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям, отметил президент. Накануне перенести парад Владимира Путина попросили руководители 12 ветеранских организаций. По их мнению, нельзя дать гарантию безопасности здоровья при проведении мероприятия. Ветераны предложили организовать его в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности. Ранее в Кремле называли участие ветеранов в параде нецелесообразным из-за распространения коронавируса. Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 30 апреля. До этого времени по-прежнему запрещено гулять в парках и лесах. Школьники и студенты также продолжат дистанционное обучение до конца месяца. Это решение принял губернатор Дмитрий Азаров на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О внесении изменений в свое постановление глава региона рассказал в пятницу утром, обращаясь к жителям области в своем инстаграм-аккаунте. Мы сделаем все возможное для того, чтобы предотвратить угрозу распространения вируса. Но этих усилий будет недостаточно, если к этому не присоединитесь вы, каждый житель Самарской области. Еще раз хочу попросить о том, чтобы вы берегли себя, берегли здоровье своих родных и близких людей, своих детей и своих родителей. Кроме того, на территории региона усиливается въездной контроль. С конца марта каждый прибывающий в регион через вокзалы и аэропорт, не только из-за рубежа, но и из других субъектов России, должен уходить на двухнедельную самоизоляцию. Пассажиры получают специальную памятку о порядке своих действий и заполняют анкету, сведения из которой поступают для контроля в уполномоченные органы, которые будут проверять соблюдение 14-дневного режима самоизоляции. Особый контроль устанавливается за въезжающими в регион и на автомобилях. На трассах организованы пункты контроля, где сотрудники Росгвардии, МВД и волонтеры также будут раздавать памятки, измерять температуру и заполнять анкеты на всех прибывающих. Также в постановление губернатора вносится пункт об обязательной ежедневной уборке в многоквартирных домах. К вечеру пятницы в регионе зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом, 15 человек выздоровели и были выписаны, двое больных в тяжелом состоянии, оба имеют сопутствующие заболевания. Под медицинским наблюдением оставались 660 человек. Лучше остаться дома. На Пасху для верующих самарцев организуют онлайн-трансляцию богослужения из Софийского собора. Местным жителям по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции. И один из главных религиозных праздников для христиан не исключение. Представители городских властей настоятельно рекомендуют горожанам не подвергать своей жизни, здоровье, опасности и не покидать квартиры и дома без крайней необходимости. Как уберечь себя во время пандемии, расскажет Анатолий Головко. Во время светлого праздника Пасхи воздержаться от посещения храмов рекомендуют власти и светские, и религиозные. Патриарх в Сеярусе Кирилл призвал верующих оставаться дома. К этому призыву главы РПЦ присоединилась и Самарская епархия, и городская администрация. На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции обсудили детали проведения предстоящего праздника. Сейчас приходить на службу крайне опасно. Да и режим самоизоляции никто не отменял. Ни в коем образом мы никого с вами не должны обидеть. И главы районов, еще раз, поставьте всем своим заместителям задачу, чтобы с завтрашнего дня все общественные советы, все ТОСы, все управляющие микрорайонов, прям по телефонной книжке стали обзванивать активы и еще раз проговаривать, что надо продолжать сидеть дома. Представители городских властей напомнили, что главный государственный санитарный врач Самарской области издал постановление с рекомендациями не проводить. Религиозные мероприятия во время пандемии. Религиозным объединениям рекомендовать принять меры по недопущению проведения массовых мероприятий, религиозных обрядов, церемоний различных конфессий с большим количеством людей. Второе. Обеспечить временное приостановление посещения гражданами территории зданий, строений, сооружений, в том числе запрет доступа граждан в культовые здания, за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимы для совершения богослужений и функционирования культовых зданий. Для всех, кто останется дома, организуют онлайн-трансляцию пасхального богослужения, который проведет митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий в Софийском соборе. Верующие смогут поучаствовать в таинстве, соблюдая все требования по самоизоляции. Трансляцию проведут в ночь с 18 на 19 апреля с 23.00 до 3 часов. Ее можно будет увидеть на телеканалах Самара ГИС, ГТРК Самара, ТРК Губерния, а также в интернете на сайтах ГТРК Самара, Самара24, ТРК Губерния, портале 63.ру, в паблике Самарской области ВКонтакте и сетевом издании ВКонлайн. Напомним, что из-за распространения новой коронавирусной инфекции РПЦ рекомендует верующим воздержаться от посещения кладбищ. С 11 апреля в Самаре они открыты только для оформления услуг по погребению, участия в похоронах. Специальные автобусные маршруты до кладбищ также ходить не будут. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Самарцы для поднятия иммунитета скупают имбирь и лимон. Неудивительно, что цены на них подскочили в разы. При этом эти продукты отнюдь не единственные, которые способствуют укреплению иммунитета. Елена Малютина нашла дешевую и более эффективную альтернативу. Лимоны подорожали в 4 раза. Вместо 100 рублей за килограмм, которые приходилось отдавать за желтые витамины еще в начале весны, теперь придется выложить 400. Имбирь и вовсе стал на вес золота. Его стоимость выросла в 10 раз и начинается от 2500 рублей. У МИДа Кодирова торгует на рынке около 15 лет. Говорит, таких цен не припомнит. И все-таки находятся те, кто готов платить такие деньги. Более того, спрос еще и вырос. Даже дважды, наверное, да. Вот так вот. С базы по 350 везем. Там еще гнилые сколько, но по 400 продаем лимон. А имбирь не возим, потому что очень сильно подорожал. Насколько имбирь подорожал? Не знаю. На базе, когда спрашивала, 3500 сказали, и я уже побаивалась и не привозила его. Не обязательно покупать дорогие продукты для того, чтобы укрепить иммунитет. Можно употреблять в пищу квашеную капусту, свеклу, редьку, сухофрукты, зелень. Все то, что наши предки выращивали веками. Самарцы в период весеннего авитаминоза и из-за сложившейся эпидемиологической ситуации стараются поддержать иммунитет. Кто-то верит в волшебные свойства имбиря и лимона, кто-то старается максимально сбалансировать свое питание и добавить в рацион более доступные овощи и фрукты. Квашеной капустой, например, смородиной, черной особенно, если свежей смородиной, протертой смородиной. Вы же понимаете, что сразу иммунитет не повышается, это все постепенно, поэтому надо есть все время. Имбирем с боярщиком завариваю, так, что еще, у меня мороженые ягоды, сушеные яблоки, компот варю, ну и травка полезная. Медики рекомендуют не увлекаться каким-то одним продуктом, лучше сбалансировать питание. В весенний период стоит больше употреблять фруктов, овощей, причем полезные для организма замороженные и консервированные продукты. Не зря на Руси в древние времена, в далекие времена, все продукты, которыми запасались в процессе соления, квашения, сушения в том числе, все они потрясающе сохраняют свои качества, свои свойства, в том числе лечебные свойства, и всегда использовались для не только оздоровления организма, то есть и в качестве лечебных продуктов они использовались, но плюсы для сохранения баланса в организме. Поэтому в настоящее время никто этого не отменял, и мы рекомендуем эти же позиции оставлять в питании. В начале апреля Генеральная прокуратура России поручила ФАС проверить обоснованность роста цен на продукты, которые способствуют укреплению иммунитета. Возможно, это приведет к снижению цен на лимоны и имбирь. Елена Малютина, Николай Епифанов, События. Продолжая держать ситуацию на контроле, глава Самары Елена Лапушкина на этой неделе совершила несколько контрольных объездов по тем адресам, жители которых жаловались на отсутствие влажной уборки подъездов. По распоряжению Роспотребнадзора и рекомендациям городских властей, дезинфекцию в домах нужно проводить ежедневно. Готовы ли недобросовестные коммунальщики исправлять свои ошибки, на примере Октябрьского района расскажет наша съемочная группа. Пока проверка не грянет, подъезды не помоют. Жители дома номер 271 по советской армии пожаловались главе города в социальных сетях, что управляющая компания ни разу не дезинфицировала подъезды за время пандемии. Специалисты с белизной помыли все дверные ручки и перила только перед визитом главы. Коммунальщики пообещали Елене Лапушкиной, что теперь эту работу будут проводить регулярно. Но есть в Октябрьском районе и добросовестные управляющие компании. В доме номер 243 по Карлу Маркса дезинфекцию и уборку проводят постоянно. Для этого закупили специальное антибактериальное медицинское средство. Кроме того, самарцы обращались к главе города и по другим вопросам. Так, жители дома номер 184 по советской армии пожаловались на большое количество бродячих собак во дворе. А жители дома номер 271 на той же улице попросили привести в порядок соседнюю установку общественного транспорта. Елена Лапушкина поручила специалистам Департамента городского хозяйства выполнить эту работу до конца мая. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Осторожно, мошенники. В социальных сетях жители региона сообщают о странных СМС. В них сообщается, что человек нарушил режим самоизоляции и должен заплатить штраф. По закону сейчас за подобное нарушение действительно предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Наказание также предусмотрено за несоблюдение правил поведения в режиме повышенной готовности. Напомним, такой режим введен на территории Самарской области постановлением губернатора Дмитрия Азарова. Но, как сообщили полицейские, дистанционно такие штрафы не взыскиваются. Протокол составляют на месте. Поэтому самарцев предупреждают, если вы получили СМС о штрафе, перечислять деньги не нужно. Также нельзя сообщать мошенникам персональные данные, номера карт и пароли. Самарская полиция обращается ко всем. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Полиция так не работает. Верьте только официальным источникам информации. Следует отметить, что за распространение недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Дмитрий Азаров побывал на стройке Климовского моста. Глава региона пообщался с рабочими и оценил качество стальных конструкций. Об этом он рассказал в своем инстаграме. В последние дни непростая эпидемиологическая обстановка в регионе. Забирает все рабочее и нерабочее время. Но жизнь продолжается, написал губернатор. И важные проекты также требуют внимания и контроля. Доклады на совещаниях не всегда показывают всю картину. Лучший способ посмотреть положение дел и проверить лично. Считает Дмитрий Азаров. Важно периодически без посредников, министров и глав районов общаться с людьми. Руководитель проекта рассказал губернатору, что все работы идут по намеченному графику. Дмитрий Азаров поблагодарил рабочих за их труд во время режима повышенной готовности на такой нужный регион устройки. Мостовой переход станет частью международного транспортного коридора. Европа, Западный Китай. Это позволит сократить время поездки до Москвы и открыть в регионе новые предприятия и создать рабочие места. Несмотря на режим повышенной готовности, в Самаре продолжается месячник по благоустройству. В этом году город убирают без участия жителей только силами муниципальных предприятий. На неделе коммунальщики привели в порядок Волжский проспект. Покрасили бордюры и ограждения урны на одной из главных улиц города. Подробнее расскажет Анатолий Головко. Моют дороги, красят бордюры и убирают мусор. На улицах Самары кипит работа. Службы благоустройства продолжают убирать город после зимы. По словам специалистов, рабочие почти закончили наводить порядок на площади Куйбышева, проспекте Ленина, улицах Гагарина и Полевой. Сейчас они трудятся на Волжском проспекте. Подкрашивают бордюры, ограждения, урны и деревья. Здесь задачи справились более чем на 80%. Погодные условия на этой неделе наконец-то нам позволили работать и днем, и ночью. То есть, если мы раньше могли пылесосить, отрабатывать приладковую часть только днем, так как ночью уходили на минусовые температуры, сейчас мы в полном объеме работаем круглосуточно. Каждый день в городе трудится около 270 человек. Рабочие признаются, их главная задача – привести Самару в порядок после зимы. Трудимся на благо города, чтобы Самара была чистая и красивая. Местные жители уже успели оценить работу коммунальщиков. Здесь прекрасно, в городе вообще замечательно. Молодцы, все прекрасно, все хорошо. Так держать. Набережная выглядит прекрасно. Можно иностранцев приглашать. Уже более месяца сотрудники муниципальных предприятий наводят чистоту в городе. Работа кипит не только на улицах. Постепенно облагораживают и общественные пространства. Специалисты должны справиться с поставленной задачей до конца апреля. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. В Самаре продолжается комплексный ремонт улицы Победы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участок обновляют на принципах контракта жизненного цикла. Сейчас в разгаре работы по обустройству плиточного покрытия. Когда начнут ремонтировать проезжую часть на участке от Воронежской до Гагарина, узнала Лариса Шлафаст. На улице Победы обновляют тротуары. На участке от Нового вокзальной до проспекта Кирова ежедневно трудятся 25 человек и спецмашины, чтобы оперативно заменить плиточное покрытие. Работы идут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начинаем мы с земляного основания, продолжаем с щебеночным основанием. Дальше, как слой пролине, устройство дарнита, нетканого материала, чтобы плитка не просаживалась. Продолжаем песчаным основанием, заканчиваем плиточным покрытием. Плитка используется там, где чаще всего ходят люди. На менее проходимых местах будет асфальт. Позаботились и о водоотведении, поскольку до ремонта местные жители жаловались на большое количество луж от Нового вокзальной до Кирова. Тротуары располагались ниже бортового камня, теперь недочет устранили. Контракт на ремонт улицы Победы двухлетний. В 2019 году рабочие трудились с опережением графика. Завершили комплекс работы от улицы Елизарова до проспекта Кирова. Далее до Воронежской обновили проезжую часть. Автодорогу продолжат ремонтировать в середины мая. Улица Победы преобразится до улицы Гагарина. Будет отремонтировано порядка 60 тысяч квадратных метров асфальтно-бетонного покрытия. Отремонтировано и устроено вновь парковочных мест для автомобиля около 7 тысяч квадратных метров. Отремонтировано газонов на площади 20 тысяч квадратных метров. Отремонтировано тротуары с применением плиточного и асфальтно-бетонного покрытия на площади более 20 тысяч квадратных метров. Подрядчик ремонтирует улицу по контракту жизненного цикла. Он должен не только привести в порядок тротуары дорогу, прилегающую к ней территорию, но и в течение пяти лет следить за их состоянием. За свой счет устранять возникающие дефекты. А также в течение трех лет содержать весь участок. Вместе с улицей Победы начали приводить в порядок улицы Карбышева, а также Фадеева. В Самаре реализуется проект «Улица Победы» нацпроекта безопасной качественной автомобильной дороги. В него вошли улицы, которые носят имена Героев Великой Отечественной войны или названы в честь Великой Победы. Лариса Шлафас, Николай Сидоров, События. В Самарской области отменили весенний сезон охоты на водоплавающую дичь. В это время года через Самару летит огромное количество птиц, которые держат путь с юга на север. Из-за пандемии охота отменилась во многих странах. Как это повлияет на природу, вместе со специалистами разбиралась Мария Левина. Дмитрий Самуткин охотник с небольшим стажем взял в руки ружье пять лет назад. За эти годы не пропустил ни одного сезона. Говорит, охота для него – это адреналин, а также возможность побыть наедине с природой. В этом году весенняя охота на водоплавающую птицу отменилась из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Конечно, охота поохотится, но мы понимаем, что сложившаяся ситуация, это все делается для нас, чтобы было меньше заболевших, чтобы было меньше скоплений людей. И, наверное, поэтому закрывает охоту. В Самарской области больше ста закрепленных охотничьих угодий. Ловцы должны были встретиться на открытии весеннего сезона во вторую субботу апреля. Но не случилось. К числу птиц, охотиться на которых запретили, относятся куропатки, глухари, рябчики, утки. На этом кадре, например, гусь, которого охотники называют белолобик. Один из тех, кто находится под прицелом. В Самаре больше 300 уникальных видов водоплавающих. Регионы, расположенные на Волге, миграционный коридор для птиц, возвращающихся с юга на север. Поэтому весной в области их становится в разы больше. В этом году из-за пандемии охота на птиц отменилась не только в Самаре, но и в других странах, через которые пернатые держат путь. Поэтому и их количество стало рекордным за последние годы, говорят очевидцы. На кадрах стая перелетных птиц. Огромным косяком пернатые маневрируют в небе. Зрелище напоминает фильм ужасов, пишут комментаторы в сети. Однако эксперты уверены в обратном. Ужасы для птиц позади. А сейчас, напротив, они прекрасно себя чувствуют, как и вся природа в целом. Все нуждаются в общении с природой. Все люди, да, я думаю, никто с ним спорить не будет. Каждый просто пытается по-своему как-то это делать. Вот, на мой взгляд, охотники – это те люди, которым еще в детстве, часто там, в семье, в окружении, показали неправильный способ общения с природой. Можно выйти в природу и без ружья. Ровно то же самое все увидеть. Лебеди, утки и гуси находят себе партнера в зимовке. Если при перелете одну из птиц подстрелят, то другая будет обречена на одиночество. А это риск сокращения популяций. Из-за отмены одного охотничьего сезона в природе не произойдет глобальных перемен, говорят эксперты. Мария Левина, Николай Епифанов, Григорий Плешаков, Сергей Баскин, Михаил Матвейшин. События. В этом году в Самарской области противопожарный режим ввели на неделю раньше из-за теплой весны. Свыше 300 человек ежедневно патрулируют леса. В один из таких рейдов отправилась и Мария Левина. Вячеслав Бажуткин уже почти 20 лет заботится о природе. Он лесничий. В режим повышенной пожароопасности, который в этом году из-за теплой весны ввели на неделю раньше, леса патрулируют ежедневно. Открытое пламени, потушенный окурок и даже оставленная на солнце бутылка могут привести к катастрофе. За неделю проверок лесники составили 10 протоколов по административным правонарушениям. За каждый штраф до 5000 рублей. Мы можем вспомнить даже 10-й год, когда сотнями гектаров горели. Бывало даже случаи у нас по 10 пожаров одновременным было. В одно время это очень тяжело. Нужно сманеврировать техникой так, чтобы везде успеть и локализовать эти пожары. Это поле горело недавно, буквально на прошлой неделе. Хоть эти земли и не относятся к лесному фонду, но при сильном ветре по самосеву огонь может перекинуться на лес. И тогда уже появляется реальная угроза. Ведь на выжженной земле новые деревья смогут вырасти не раньше, чем через несколько десятилетий. Пока по этому факту проходит проверка надзорных органов, но уже известно, что это дело рук человека. Пострадало свыше 80 гектаров земли. Пожар срушили 3 часа, 17 единиц техники. Бывает такое, когда поджигают сами лесники, но делают это в мерах профилактики. Когда еще у нас лежит снег в лесу, а по полю начинает потихонечку снег сходить, вот в этот период, это буквально где-то неделю, недели где-то в этот момент не упустить, вот этот производим отжиг. То есть от основной минерализованной полосы сделается опашка, и вот это вот все огневым способом это сжигается. Это нужно для того, чтобы предотвратить переход огня с полей на лес. Минерализированные полосы – это еще один из профилактических методов. Они есть во всех лесах Самарской области. Площадь этого участка чуть больше 25 тысяч гектаров, и это особо опасная пожарная зона. Потому что хвойные легко воспламенимы. Чтобы не довести здесь до беды, создаются вот такие искусственные траншеи, которые называются минерализированные полосы. Они необходимы, чтобы пожар не перекинулся на лес. Мы выходим на усиленное патрулирование, то есть создаются мобильные группы, в рамках межведомственного взаимодействия с МЧС и с правоохранительными органами создаются также совместные мобильные группы. И наиболее подверженные распространению природных пожаров участки берутся под особый контроль. К работе в пожароопасный сезон готовы 17 лесопожарных станций, около 100 единиц специализированной техники, которая пополняется благодаря национальному проекту «Экология». Леса мониторят и через систему видеонаблюдения, позволяющую определить точные координаты лесного пожара. Противопожарный режим продлится до осени. Мария Левина, Николай Епифанов, Сергей Баскин, Михаил Матвейшин. События. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!